Номер 4 за 2014 год Письмо от издателя, что чай как Хорошо, письмо В апреле луна рекомендует Какие дни лунных суток, как их использовать Апрель месяц Далее идут С учетом народных примет Апрель месяц изложен Так, познавательно-практически Опыт 40-суточного голодания Значит, вот Кто-то мне писал Письмо, а я, значит, по нему Прошелся Значит, во время Голода, как правило, будут Снится Сны Сны показывают Что делается Не столько с вашим физическим телом А сколько, что делается с вашим Эфирным двойником Эмоциональным и умственным телом Куда вы движетесь В какую сторону Что на вас есть Что происходит Интересно, идет сравнение Нашего организма с домом Дом может быть удобный Дом может быть разваленный И этот сон будет по-разному вам снится То вот такой дворец выставили Когда вы здоровые Молодые, красивые А то наоборот У вас какие-то проблемы И он превращается в какую-то Затрапезную лачугу Вот так вот подсказывают нам Выход на новый уровень отношений Снилась собака Сидела и смотрела на меня из дозлика Собака, как правило Какой-то полевой паразит Который Паразитируется на Нашем эмоциональном Теле На эфирном двойнике То есть Потребляет энергию И когда во время голодания Человек собрался Делает воля То вот это все Отскакивает от него Отскакивает И человеку показывают В виде чего это отошло В виде там вот собаки Или еще там допустим Каких-то змеи Мне часто снились Там людей Каких-то неприятных И все это от вас Вот отскакивает Отходит Оно такое Славое Безжизненное Потому что питалось Вашей энергией Голодание Все это дело очищает Так Конечно проблемы будут Во время большого голода Это со сном Во рту Наипогайнейший Привкус Ни железа Ни кислоты А будто Наглотался Мертвичина Настолько я Прогнила Да Бывает Это такое Знаете Бывает и привкус Железа И привкус Еще какой-то Неприятный И в то же время Когда Большие сроки Идут И начинается Отгнивание Вот старого Ненужного Больного И выход Через Выходит Причем через Через Бог говорит Вот Поры кожи Идет разложение И все это вот Выходит Вот такая вонь И кстати Кстати Если человек Особо не делает Клизмы Да даже хотя и делает То вот это вот Все Больше норовит Выйти Через легкие И носоглотку Поэтому Вот Такие неприятные Моменты Например Вот у меня Начинается Там Суток С пятых Вот такой вот Неприятный Какой-то Привкус Во рту И он Мне очень Не нравится Сухость Вот еще Тут постоянно Надо Полоскать Сейчас Во рту Суши И привкус Притупился Ну да Такое Есть Сильно Бурлит И держится Кишка В левом боку Колит По желудочному А вот Желудок Отпустило Были Резкие Боли Вот здесь Интересно Конечно Вообще Эту Морит Я вот Разбираю Вот Не просто Организм Он Оздоравливается Как-то Знаете На голоде Там Весь Нет Там Тоже Идет Все По ступеням По этапам Вот Первым делом Значит Где-то Вот у нас Начинается Там С желудком У нас Проблемы Какие-то С желудком Были И они Начинают Выходить Поэтому Желудок Болит Для того Чтобы Через боль Он освобождается От этого Оздоравливается То есть Это Как бы Сказать Болезнь Входит Через боль Так же Она И выходит Через боль Казалось бы Вот А при чем Тут вот Боль Да при том Что Это особый Даже не особый Это Типичный Феномен Что Входит Не просто Что-то Случилось Там Микробы У нас Возникли А вошла Некая Информация Которая Начала Там Вредить И когда Она Выходит Она Также Выходит Через боль И на голодание Это хорошо Вот смотрите Сначала Желудок Отпустила Да То есть Проработала Потом Смотрите Начинает Пожелудочно Оздоравливаться Тоже Она Очищается Значит Работает Оздоравливается Выбрасывает Из себя Что-то Как-то Переструктурируется Значит Она Болит Чтобы стать Здоровой Далее Значит Начинает Там Кишка Там Дергаться Какой-то Участок То есть Там Где были Там Ну Какие-то Там Болевые Изменения Значит Там Опять Таки Сон Зашла В кондитерский Магазин Много Тортов Пирожных Купила Три Палки Копченой Колбасы А четвертую Позже С отсутствием Продавца Украла Представляете Во время Голода Не Кондитерских Изделий Хочется А вот Знаете Мясу Хочется Мяса Поэтому Вот он Вот Снится Колбаса Снится Мяса Еще Что-то Вот Так Кстати Кстати Я не знаю Сколько тут Она Отголодала Но это Читаю А 27 день 27 день При клизме Вышло еще больше дерьма Чем обычно Стоп Так вот Сильно Бурлила И дергалась Кишка В левом боку Оттуда Это все Отквашивалось И Отделялось Потому что Дерьмо Оно Имеет Тенденцию Прилипать К стенке Кишечника И для того Чтобы это Отодрать Значит Надо Вот Проявить Усилия Вот эти Вот И дергания И так далее Значит Далее Там вот Через Печень Сбрасывается Шлаки Через Желчные пузыри Естественно И там Сбрасывается Через Поджелудочную Железу Тоже Сбрасывается Даже через Мочевой пузырь Сбрасывается Нечто Знаете Такое Вот лично У меня было Как Мазута Вышло Я просто Гляну Как это Так черные Какие-то Звездки У меня Вышли Знаете Как Как именно Мазут Вот Так что Очень интересно Почитайте Почитайте Что происходит А то многие Думают Как там Этот кризис Ацетатический Первый Второй Там И еще Там Нет Там Там Оздоровление Оно идет Совершенно По иным Параметрам А не так Как вот Излагают Врачи Так Оздоровительные Законы Некоторые Разъяснения О возникновении Болезни Да Что там Еще Разъяснение О возникновении Болезни Не просто Значит Я там Что-то Разъясняю Так Взял Там От балды И погнал А вот Пример Пример И только На основании Примера То есть Профессионал Начинает Видеть Закономерность Чем Больше Статистика Тем Больше Закономерность Проявляется Практический Разбор Здоровительного Процесса Да Хорошая Вещь Очень Очень Аккан Фитосбор Целитель Какой-то Там Такой Что туда Входит Орех Черный Туя И так Далее Отчего Возможен Упадок Сил Разбор Примера Упражнение Для омоложения Кожи Вокруг Глаз Вот И Заканчиваем С капитарными Ваннами